Мою супер качественную распаковку. Сегодня я буду распаковывать вот такую маленькую коробочку и заодно подготовлю вас к будущему анонсу. Это гибридный ND-фильтр 32-й с поляризацией. Фильтры я до этого уже распаковывал на своем канале, можете посмотреть вот здесь вот в подсказке. На канале уже есть достаточное количество видео, что такое ND-фильтр, для чего он нужен, что такое PL-поляризационный фильтр, что такое просто ND-фильтр, как ими пользоваться. Сегодняшний фильтр у нас будет для вот этой вот малышки. Это экшн-камера, про неё также есть большое количество обзоров как в сети, так и у меня. Огромнейшее преимущество, на мой взгляд, именно вот этой камеры Osmo Action от GoPro в том, что на неё можно накручивать ND-фильтры вот такого маленького диаметра, в отличие от GoPro, у которой квадратное стекло переднее, фильтр он прям занимает почти что площадь самой камеры. Плюс как бы фильтры этой фирмы уже себя зарекомендовали, они довольно таки неплохие, они дешёвые относительно. Опять же, повторюсь, я уже делал одну из распаковок вот на магнитной системе ND-фильтр 82. При прокрутке этого фильтра меняется, можно сказать, прозрачность. Для чего вообще, в принципе, нужны эти фильтры? Ещё раз повторюсь, кто не хочет смотреть муторные обзоры или вообще заморачиваться, искать всё это дело на моём канале. Фильтры нужны для того, чтобы снизить искусственную яркость. То есть, если мы будем снимать на экшн-камеру в данном случае, это специфика любой видеосъёмки, если быстро движущиеся объекты снимать днём, нужно искусственно затемнять картинку, чтобы увеличивать выдержку, чтобы был некий Motion Blur. Как видите, если я рукой вот сейчас машу перед вами, есть некий такой строк. Если мы сейчас возьмем, допустим, даже тот же ND-фильтр, поставим на нашу камеру. Вот смотрите, видите, уже строба такого нет. Собственно, для этого и нужен ND-фильтр. Но есть также ещё и поляризационный фильтр. Он позволяет нам убрать в том числе и вот такие вот отражения неприятные. Самый явный поляризационный эффект фильтра, когда вы, допустим, выходите к воде и начинаете его крутить. Отражения в некоторых моментах на воде пропадают. Как вы уже поняли, я вас готовлю плавно к будущему тесту на этой экшн-камере от этого фильтра. Сейчас у нас пока что ещё на улице снег на момент записи видео. Кстати, напишите в комментариях, нравится ли вам вот такого рода открывалки. Очень редко, прям совсем редко получается, когда всё это дело удается нормально открыть. По идее, я должен потянуть и всё должно получиться, но нет. Как только подсойдёт снег, я обязательно сделаю тест. Покажу вам преимущества фильтров. Будет больше, я надеюсь, блогов. Пока я распаковываю всё это дело, расскажу. У меня есть два ещё канала дополнительных на ютубе. Это лайв-канал, где выходят влоги, блоги и так далее, там за кулисья, и канал про путешествия. Вот такой конвертик у нас. Каждый раз, сколько бы я не делал, распаковок с Freevel. У них всегда царские прям комплекты. Ну и, собственно, здесь у нас реклама других продуктов на дроны, на другие камеры, всякие линзы. Freevel также производит для дронов аноморфотные насадки. Они позволят, вот, в вечернее время, если вы будете снимать, позволяют делать такие блики красивые. Она стоит относительно недорого. В общем, пока что думаю насчёт этого. Так, комплект у нас не такой прям уж царский, то есть всего один фильтр здесь, но, как вы понимаете, есть комплект и с двумя фильтрами, есть даже киты целые, здоровые, там куча фильтров различных. Но мне, в принципе, 32 фильтра за глаза. Почему я выбирал именно 32? Во-первых, 64 с поляриком фильтра, вот, гибридного не было и нет, в принципе, в природе, насколько мне известно, опять же. И, в принципе, 32 это достаточно. Это примерно где-то 6 стопов, если я не ошибаюсь. По ссылкам в описании я оставлю ссылку именно на официальный магазин на алиэкспрессе Freewell. Там я уже, это получается, наверное, третья покупка или четвёртая ндфильтров, то есть я покупал фильтры для камеры, для своего дрона фильтры и также фильтр, вот, сейчас я в руке держу для Osmo Action, для экшн-камеры. Магазину можно доверять, потому что он официально, он единственный, в принципе, на алиэкспрессе. Больше таких магазинов нет. Есть только аналоги, но это не Freewell. Freewell, на мой взгляд, это один из показателей такого цены и качества по всем фильтрам. Так вот, у нас, значит, также есть тряпочка для того, чтобы протирать его. Ну и сам фильтр. Кейсы, моё почтение, всегда это прям круто. Они все всегда сделаны очень качественно, что вот эта вот коробочка, к сожалению, она не на магнитных, но с другой стороны, если бы она была на магнитных, вот такая, я думаю, она бы быстрее пришла в негодность, потому что площадь большая коробки, как видите, разница все-таки очевидна и потрескалась бы. Ну, с другой стороны, мне такая коробка тоже нравится. В общем, сам фильтр, такой толстый относительно. Смотрите, прям сделано все качественно, несмотря на то, что, конечно, цвет немножечко, мне кажется, отличается. Вот этот более темный. Если мы поворачиваем, ничего не происходит, но это только на первый взгляд. Устанавливается все довольно легко, то есть вот эта линза откручивается. Опять же, в отличие от GoPro, там нужна специальная такая рамка, потому что просто так линзу, опять же, не открутить, она отщелкивается, то есть там, как таковой резьбы нет. И вот так это все дело легко устанавливается. У нас есть эффект затемнения постоянный и при повороте вот этого вот колесик у нас полизационный эффект. Показать, то есть вот у нас отражение. Если посмотреть в края, именно вот здесь, в края камеры, они у нас затемняются, смотрите. Я сделаю еще довольно-таки большой тест. Коробочка, кстати, очень удобна, потому что вы взяли, допустим, вот сюда как-то так вот поставили, запихнули ваш фильтр, и ничего с ним не будет, пыль не будет попадать, пока используете вот этот. Разумеется, с этим фильтром уже нырять не получится, потому что из-за того, что здесь есть всякие вот эти вот подвижные части, вода может попасть под линзу, и вы можете просто-напросто запороть камеру. У нас вот здесь вот по самому краю есть резиночка, она, конечно, поджимается, но опять же, в дождь, в какие-то брызги, в принципе, это все дело можно использовать без проблем, то есть камера у нас водозащищенная, но нырять я бы не советовал с этим фильтром. В ближайшее время я в любом случае сделаю еще одну большую распаковку, у меня пришло большое количество товара, жду, пока придут остальные части товара, и когда все это дело соберется в кучу, я, разумеется, сделаю распаковку, и, соответственно, еще один будет предрелиз, так сказать, на товары, которые я буду делать большие вот такие обзоры, это зарядки, это микрофоны, несколько штук, я буду делать тест, потому что со звуком у меня до сих пор проблемы, видимо, у меня косоухие уши, в общем, короче, так сказать, ждите, подписывайтесь, надеюсь, вам нравится весь контент, и вы, типа, успели поесть, так что всем спасибо за просмотр, всего доброго и пока! Субтитры сделал DimaTorzok